У нас довольно тяжелое экономическое положение. Вот замминистра финансов, вполне квалифицированный человек, недавно сказала, что в конце года будет истрачен резервный фонд, или может быть истрачен, и что наша стабильность, которую мы сейчас ощущаем, это стабильность в середине шторма. То есть, что шторм-то никуда не делся, а будет нас трясти и дальше. Это, конечно, внушает большие опасения. Но есть и хорошие, оптимистические новости. Мы можем пережить этот шторм на роскошной яхте, абсолютно устойчивой, которой, как я понимаю, ни штормы, ни землетрясения, ни наводнения не страшны. В компании исключительно красивой блондинки с великолепнейшей фигурой. Жена Трампа отдыхает и близко не подойдет. Я, естественно, говорю о яхте Игоря Ивановича Сечина. По оценкам экспертов, она стоит от 100 до 150 миллионов долларов. Тут выгод много. Первое, в тяжелейший момент для государства. Естественно, что такой патриот, как Сечин, эту яхту отдаст на благо Родины. Мы ее продадим и хоть чуть-чуть, но наполним резервный фонд. Второе, ну не для себя же Сечин эту яхту покупал, ну в самом деле. Он скромный человек, государственный служащий. Это просто образец. Это просто повод для наших людей, для нашего населения. Во-первых, чтобы нам было чем гордиться. Во-вторых, чтобы нам было к чему стремиться. И в-третьих, чтобы мы, наконец, могли понять, что нас ждет, какое будущее нас ожидает. Ты работай, как Сечин, и у тебя будет жена, как у Сечина, и яхта, как у Сечина. Это русская мечта. Яхта мечты. Поэтому я считаю, что это действительно высокопатриотический поступок. Самоотверженный, кстати, поступок Игоря Ивановича. Почему самоотверженный? Потому что он знал, что злобные завистники, ничтожество, неспособные заработать на однокомнатную квартиру, фрики, бомжи, маргиналы и прочая шваль, стокнувшись с русофобами и демшизой, попытается облить грязью его сверкающую яхту. Он это знал, но он на это шел абсолютно открыто и сознательно. Почему? Потому что, во-первых, превыше всего любовь к родине. А во-вторых, потому что Сечин верит в наш народ. И он знает, что 99% нашего населения далеки от этого злопыхательства. И поймут историю с яхтой правильно. Еще раз повторяю. Как предмет нашей национальной гордости, как нашу мечту и как тот, извините, кукиш, который мы показываем всем нашим недоброжелателям, русофобам и прочей мировой швале, который может только бессильно завидовать, глядя на жену Сечина, на яхту Сечина и, в конце концов, на самого Сечина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова